Всем привет! Меня зовут Екатерина Вахрушева, мастер по наращиванию волос. Это видео о том, можно ли нарастить волосы с парика и закапсулировать волосы с парика. Ответ – да. Сейчас вкратце покажу, как я это делаю. У меня есть парик, клиентка принесла, который она носила в течение двух лет. По качеству волосы неплохие, но я заметила, что у них такой достаточно сильный вычес и много обломанных волосиков. Сейчас покажу, что это такое. То есть, когда я буду срезать сейчас волосы с парика, я вам покажу разницу между волосами для наращивания дабл драун, густые кончики, и волосами, которые у нас получаются с этого парика. То есть на вид, ну, волос славянский, этот парик стоил около 60 тысяч. И вот на вид они достаточно красивые, на ощупь мягкие. Смотрите, значит, первое – срезаем мы, допустим, любую прядку. И вот в чём разница у некоторых париков. Некоторые парики, они же ещё их стригут. То есть вы покупаете и под форму вам делают стрижку. Соответственно, у этого парика сначала идут более густые волосы, а к концам они более тонкие. Плюс был вычес, ну, за эти два года. Смотрите, мы срезаем прядочку, да. Смотрите, что у нас получается. Вот у нас у основания, да, парика, вот такая прядка, да, такая толщина. Ведём дальше. Это кончик. То есть длина от середины, посмотрите, насколько она тоньше. Да, то есть вот разница раз, два. То есть, ну, разница в три-четыре раза. Для сравнения, вот волосы для наращивания дабл драм с густым кончиком. Вот основание в густоте. И вот кончик. Ну, он практически одинаковый, посмотрите. Так вот. Да? Вот. То есть, о чём это говорит? Когда мы будем наращивать эти волосы, при наращивании у нас будет большое количество прядей, потому что кончик у нас толстый, да. Тут, ну, получится много прядей. Но кончик при этом будет тонкий. Чтобы сделать его толще, мы должны сделать некоторые движения. Смотрите, что. Например, если мы хотим сделать прядку более-менее равной относительно основания к длине, мы должны убрать коротышки. И смотрите, что происходит. Мы убираем короткие волосы, их просто выкидываем, да. И смотрите, что выходит. У нас эта прядка стала в три раза тоньше. В три. Соответственно, от парика у нас останется, как бы, ну, что-то останется, конечно же, но надо будет добавлять наращенное. Поэтому парики можно использовать, но при этом нужно будет обязательно моей клиентке добавлять волосы там из нашего наличия, для того, чтобы густота была приличная. Вот. Сегодня у меня будет эта работа. Я заранее капсулирую эти волосы. И дальше уже покажу вам результат. Вот. И еще важный момент. Важно, чтобы цвет волос парика совпадал с вашим цветом. Особенно, если вы пришли с короткими волосами. Вот сегодняшняя моя клиентка, которая принесла мне этот парик. Я посмотрела на ее волосы и на волосы с парика. Они различаются. Я сразу говорю, когда волос короткий, надо подбирать тон в тон. Потому что с коротких мало того, что тяжело сгладить вот этот переход, нужно попадать идеально в тон. Поэтому мы сделаем следующим образом. Мы возьмем часть моих волос для наращивания, поставим их верхними слоями, а уже ниже поставим волосы с парика. И тогда можно будет, в принципе, не краситься. Вот. Это такая хитрая манипуляция, лайфхак. Можете взять на заметку мастера или клиенты, будете уже осведомлены. С моим опытом 20-летним могу вам подсказать всякие крутые фишечки для того, чтобы сделать наращивание дешевле, менее заметным, вообще незаметным. Ну и суперкрасивым. Вот. Ну все. Мне предстоит такая долгая работа, часа на полтора. И я постараюсь заснять результат. нашей работы с девочкой сегодня. Ну, у нее очень короткие волосы. Вот такие. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok